Теорема Урана. Это совершенно замечательное подтверждение о наибольшем количестве ребер, которое может быть в графе, в котором нет ни одного полного графа, ни в данном количестве решений. Например, графы без треугольников. Какое максимальное количество ребер может быть, если всего в графе n вершин? А вот как это делается. Смотрите, пусть у нас есть любой граф. Я не знаю, как он там устроен. Он может быть устроен довольно неправильно. Но вы согласны, что мы можем у каждой вершины посмотреть, сколько из нее выходит ребер? Можем. И возьмем вершину, из которой мы выходим больше всего. Если таких несколько, то возьмем любую из них. То, что называется вершина максимальной степени. Ну, например, на этой картинке, вот такая вот картинка, где будет вершина максимальной степени? Вот здесь. Согласна? Отлично. Давайте я так абстрактно начну. Пусть у нас есть вершина максимальной степени, из нее выходит там некоторое количество ребер. А еще есть какие-то остальные вершины графа, которые с этой точкой никак не соединены. Картинка такая? Угу. Такая. Отлично. Так вот, что значит в графе нет треугольников? Например, вот эти вершины не соединены. Согласны? Потому что если бы здесь был отрезок, или здесь был бы отрезок, то был бы треугольник. Отлично. Тогда и все не соединены. Эта вершина в наибольшей степени, то есть из любой такой вершины выходит столько или меньше ребер, чем из нее. И я сейчас сделаю некоторую процедуру, которая постепенно простит мой граф. Ай, вот представьте себе, здесь какая-то точка, которая соединена, ну, например, вот так. Представьте, что мы знаем, что из нее выходит ребер не больше, чем из этой. Так? Угу. Я сейчас сделаю простую вещь. Я сотру вот эти ребер. Но зато проведу статью. Я утверждаю, что треугольники не появились. Давайте подумаем, почему. Ну, потому что изменения у меня же произошли только с этой вершины, так? А все остальные ребра, в которые не участвовали, где эта точка не была концом, они никак не изменились. Поэтому, если бы возник треугольник, то он бы возник такой, так? Но как он мог возникнуть? Ведь, чтобы был треугольник, нужно не только два отрезка, но и здесь. А здесь, если бы был отрезок, то здесь треугольник уже был. Понятно? Что при этом произошло с числом ребер всего графа? Величилось на 2. И взять и увеличилось. Могло остаться прежним, если степень этой вершины была такая же, как эта. Но точно не могло уменьшиться. Правильно? Потому что степень вершины была не больше, чем степень той. Вы догадались, что я дальше сделаю? Я беру вот эту точку. Если из нее выходило ребро, то я его стираю. В общем, сюда все его стираю. И рисую сюда, так? Потом беру эту точку, эту и эту. Что у меня в конце концов получится? Каждая из вот этих вот точек будет соединена с всеми этими. Как это называется? Когда есть одно множество, каждая точка которого соединена с каждой точкой другого множества. Как называется такой граф? Двудольный. Вот это одна доля, вот это другая. Каждая точка отсюда соединена с каждой точкой отсюда. Все поняли? Отлично. И в нем ребер не меньше, чем доля. Теперь вопрос. Как соотносится количество вершин в этих двух долях? Ответ. Если в одной доле очень много, а в другой мало, то это не будет. Давайте поймем, почему. Представьте, что мы можем сделать. Мы можем взять вот эту точку и перенять сюда. Хотя нет, здесь не получится ничего. Здесь было 3-4, а стоит 4-3. Это то же самое. А вот если было 5-3 вверху и 5 внизу, то тогда, когда вы перегнали, произойдет замечательная вещь. У вас 3 ребра исчезнут, но 4 ребра появятся. Поняли? И значит, как же соотносятся в максимальном случае, то есть когда ребят больше всего, эти доли? В них пора в точку. Понятно? Или почти пора. То есть вот, если у нас всего вершин 2К штуки, то это будет КОК. Если вершин 2К плюс 1, то будет К и К плюс 1. Да? Как сказать, записать форму? Если количество вершин М, то в одной доле будет целая часть Н в полу, а в другой доле будет целая часть Н плюс 1. Пожалуйста, если число Н четное, Н равно 2К, то это будет К, а здесь будет 2К плюс 1 в полу, плюс К плюс 1 отдая целая часть, то есть тоже К. А если 2К плюс 1, то здесь будет 1К, а здесь 2К плюс 1. Вот такая форму. Значит, максимальное количество ребер в графе без треугольников это количество ребер в двудольном графе, в одной доле которого столько вершин, а в двухгой столько. Пока все понятно? Ребята, все понятно? Отлично. Так вот, теорема Турана не она. То, что я сейчас доказал, это частный случай теоремы Турана, когда здесь стоит треугольник. Теорема Турана здесь стоит произвольное натуральное число 1. То, что я сейчас сказал, теорема манителя. Ее огромное количество раз я открываю. Я очень хорошо помню, когда я учился в предвыпускном классе, то я это придумал. Это вовсе не означает, что я был первый, но это идти на красивые утверждения. Есть несколько других доказательств, я еще не буду их рассказывать. Кому интересно, есть на ютьюбе просто поэтому длинная длинная лекция называется Кубики и графы без треугольников. Просто так, такой альбом. Можете его посмотреть, там несколько доказательств теорема манителя и еще одна очень красивая задача, которую я сейчас не буду рассказывать, именно про становку кубиков в кубе размером н на н на н. Так вот, давайте разберемся в кубиках оказывается общий случай в теореме Дурана доказывается ровно так же, как только что я вам рассказал. Давайте это аккуратно сделаем. Пока что такое К7 и М7 все понимают? Полный граф на М вершине. То есть что такое К4? Это 4 точки каждой из которых нас было. Что такое К5? Это полный граф на пяти вершинах. То есть пятиугольник с диагональю. Точные пересечения диагонали при этом не считаются. То есть вершин у этого графа 5 штук. Это вершины пятиугольника. А рёбра это стороны и диагонали. Всё понятно? Итак, повторяю, что есть. Н вершин. Нам интересно, например, для четырёх давайте. М миньи четырёх. Нам интересно, чтобы не было среди них четырёх точек, каждые две из которых среди миньи отрезки. Пока всё понятно? Да? Отлично. Отлично. Ребята, я знаю, что ровно это рассуждение срабатывает. Только арте это будет другой, но рассуждение это срабатывает. Чем? Ровно вы знаете это. Берём любой граф на н вершин. Смотрим степени вершин. Можем? Можем. Выбираем вершину наибольшей степени. Можем? Дальше. Берём любую вершину, которая с ней не соединена. Тоже. Может, всё это так же. И стираем лёбрами, которые у неё выходят всё здесь и наоборот рисуем все сюда. Не может получиться полный четырёх вершин. Почему? Потому что если он появился, то одна из этих вершин была вот эта. А другие три лежали бы здесь. Здесь был бы треугольник нарисован и с этой точкой. Но тогда бы эту точку нажимаете заменяете на f значит он у нас будет полный четырёх решений. Поняли? Поняли. Значит вы отделили одну компоненту а здесь получился граф уже без треугольников. А для графа без треугольников какое решение? Господа. Для графа без треугольников какое решение? Это не только четырёх решение, максимальное количество когда граф без треугольников это на самом деле что? Двудольный граф был такой. Значит наилучший граф внизу это когда есть две доли каждая точка отсюда соединена с каждой точкой отсюда соединена. Так? Так есть еще это третья доля каждая точка отсюда соединена. И значит у нас получают уже скольки дольный граф ? трёх дольный трёх При этом что значит трёх дольный мёрт? Соединены полностью вот здесь каждый отсюда с каждой отсюда каждый отсюда с каждой отсюда каждый отсюда но зато внутри рёбер вообще нет и здесь внутри рёбер нет понятно почему полного четырёх решения в таком случае не будет потому что если есть четыре точки и три комнаты для них три места то тогда обязательно какие-то две попадут в одну номер там три пламет внутри доля рёбер рёбер всё понятно и опять понимаете что если какая-то очень маленькая какая-то большая то когда вы из большой перебрасываете в маленькую то количество рёбер это увеличивается значит они отличаются максимум на 1 и мы получаем замечательный ответ если m равно четырём то будут доли если n вершин то максимальное количество рёбер в графе который состоит из трёх долей вот таких количеств почему потому что если n равно трём к то вот это к это к это к если n это к плюс 1 то к k и k плюс 1 и наконец если n 3 k плюс 1 k все получилось что будет в общей случае долей будет 1 меньше чем m абсолютно верно будет долей m минус 1 замечательно а количество н плюс 0 n плюс 1 n плюс 1 число вот это и есть количество элементов в каждой доле это было вчера подтвердите было было